Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня я вам покажу, как в программе Adobe Photoshop можно настроить корректирующие инструменты кривые или уровни таким образом, чтобы они одним кликом производили цветовую коллекцию и настраивали правильный баланс белого. Мы имеем несколько фотографий, я специально подобрал. Вот эта фотография, видите, в неё, во-первых, понижен контраст и такой холодный оттенок. Явно видно, что здесь нарушение баланса цветов идёт, как и здесь, но здесь такой, знаете, красноватый оттенок, а здесь у нас, ну, наверное, зеленоватый оттенок, да? Вот такие фотографии, которые нам надо откорректировать. Ну, во-первых, давайте посмотрим, что мы уже умеем делать. Как бы мы это сделали? Не одним кликом, а вообще. Ну, например, указанием точек белого и точек чёрного. Давайте будем использовать инструмент, например, кривые, да? Чтобы найти точку белого в программе Photoshop, я нажимаю клавишу Alt и вот так вот к центру, значит, двигаю движок белого цвета. И вот те первые элементы, которые у меня получают, появляются вот здесь. Вот это у нас белый, значит, цвет, самый белый, точка белого. И точно так же я нажимаю клавишу Alt и двигаюсь сюда. И в первую очередь появляются самые тёмные участки. Вот они, да? Теперь я беру пипетку белого цвета и щёлкаю по самой белой точке. Беру пипетку чёрного и щёлкаю по самой чёрной точке. Ну и, собственно говоря, видите, коллекция, цветовая коллекция и баланс белого у меня приведены в норму. Но сколько я сделал здесь движений? Да? И сколько времени потратил? Ну, может быть, не так много, но всё равно его жаль. Теперь давайте я вам покажу, как всё это можно сделать, настроив инструмент таким образом, чтобы он у нас автоматически всё приводил, ну, значит, коррекцию проводил именно так, как нам нужно с правильным балансом белого. Давайте я вот этот слой удалю. Вот. И снова, собственно говоря, я его применю. Вот. Это, кстати, то же самое. Можно и с уровнями сделать по аналогии. Беру кривые. И, смотрите, нажимаю на клавишу авто. У нас, соответственно, происходит такая некая коррекция, да, при режиме RGB. А вот теперь, смотрите, мы идём в настройки данного инструмента. И давайте зайдём в автоматические операции. И, смотрите, параметры автоматической операции, автоматической цветокоррекции настроены таким образом, что у нас улучшается яркость и контраст. Видите? То есть, когда мы нажимаем на авто, я в яркости, контрастность у нас улучшается. Но это не то, что нам нужно. Чаще всего нам нужно работать именно с балансом белого. Но, смотрите, если мы можем выбрать какие-либо другие, значит, параметры, либо алгоритмы цветокоррекции. И самый лучший, если мы выберем, найти тёмные и светлые цвета с привязкой к нейтральным средним тонам. Вот так вот. Видите? То есть, когда я буду нажимать на эту кнопку авто, будет именно вот этот алгоритм срабатывать. Но чтобы он срабатывал по умолчанию, я должен нажать вот сюда вот, галочку поставить, чтобы сохранить в качестве значения по умолчанию эти параметры. И нажимаю ОК. Теперь давайте посмотрим, что у нас будет получаться. Итак, идём в эту фотографию. Применяю корректирующий инструмент, соответственно, кривые. И нажимаю Авто. Всё, видите, одним челочком всё исправилось. Ну, если нам что-то ещё не понравится, я могу взять, например, петку серого цвета и по какому-нибудь нейтральному цвету вот так вот щёлкнуть. Ну, возможно, фотография станет ещё лучше. Давайте попробуем, как это работает в отношении других изображений. Идём на изображение, которое у нас в красноватом оттенке. Снова я применяю корректирующий инструмент Кривые, где кнопка Авто у меня уже настроена по умолчанию в другом алгоритме. Раз. Смотрите, как прекрасно. Цветоколлекция и настройка баланса белого одним щелчком. Так, идём в эту фотографию, которая у нас в зелёном оттенке. Также Кривые. Авто нажимаю. И, пожалуйста, за один щелчок баланс белого у нас восстанавливается. Цветоколлекция произведена. Согласитесь, очень хороший способ. Я надеюсь, что вы его можете взять на вооружение. Кстати, то же самое. В таком же режиме всё работает и в уровнях. Попробуйте сделать это самостоятельно. Я верю, что у вас всё получится. Ну, а я на этом, в принципе, данный урок заканчиваю. Спасибо за внимание. С вами был Александр Семёнов. До новых встреч.